МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иран отклонил предложение Трампа о заключении новой ядерной сделки. Соседние населенные пункты Алеппо под обстрелом. Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В Армении был найден древний акведук. Курдские провинции являются лидерами по бедности и безработице в Западной Армении, где число безработных превышает 4 миллиона. Бедность и безработица являются преобладающим в провинциях Западной Армении, где неравенство в доходах и расходах является очень высоким. По данным Турецкого института статистики провинции Ван, Агри, Муш, Багеш, Хакари, густонаселенные армянами находятся в нижней части списка. Причина – барьеры и эмбарго. Запрет на приграничную торговлю, на использование горной местности как пастбищ в этих регионах является одной из причин безработицы и роста бедности. Скотоводы в этих районах были вынуждены отказаться от своей работы после того, как были запрещены использование горных пастбищ. Вы можете прочитать остальную часть статьи на нашем сайте. 19 января в Константинополе пройдет 13-е мероприятие, посвященное памяти значимого интеллектуала, основателя еженедельника «Окоса» и редактора «Гранта Динка». Как и каждый год, в этом году близкие друзья Динка соберутся перед бывшей редакцией «Окоса», где в 2007 году, 19 января, был убит армянский журналист выстрелами турецкого националиста Огюна Самаста. Организаторы мероприятия – инициативная группа друзей Динка с лозунгом «Сожалеть не поздно». Созывают прийти на место убийства Гранта в воскресенье в 15 часов. Мероприятия, посвященные памяти Гранта Динка, пройдут также во Франции, Германии, США и Канаде. В Армении впервые пройдет Международный день лаваша. Как сообщает Армен Пресс, мероприятие состоится в селе Цахкунг Гегар-Куникской области в августе текущего года по инициативе и при финансировании фонда ВЕК при сотрудничестве с областной администрацией Гегар-Куника и фондом «Фестиваль АРНИ». Договоренность о проведении мероприятия достигнута во время встречи у губернатора Гегар-Куника Гнелла Саносяна. Глава Министерства иностранных дел Ирана Джавадзариф заявил, что в Тегеране не собираются идти на какое-либо соглашение, меняющее условия совместного всеобъемлюющего плана действий по атомной программе. «Мы не для того подписывали сделку Обамы, чтобы сейчас заменить ее сделкой Трампа», написал глава иранской дипломатии в Твиттере. При этом он заявил, что даже в случае согласия Ирана на подобный шаг нет никаких гарантий того, что через год не понадобится менять условия соглашения в случае победы Байдена, Сандерса или Уоррена. В начале января Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг, и заявил, что теперь ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось. При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше. Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской Катаиб Хезбаллы в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди Аль Махандис. США считают их причастными к организации штурма посольства. Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстреливать населенные пункты по тирийским городам Алеппо. Жители поселка Миньян, которые находятся недалеко от Алеппо, рассказали, что страдают от обстрелов ежедневно. Провинция Алеппо входит в Эдлибскую зону до эскалации, где с 9 января по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации. По мне и моему другу стреляли боевики, друг погиб. Они и сегодня стреляют минами, тогда мы все прячемся в подвале, рассказал журналистам ученик школы поселка Миньян Ахмед Аль Абу. По словам другого местного жителя Нур Абу Джалила, Абу Субхи, раньше боевики обстреливали поселок только ночью, а теперь и днем. Недавно на главную дорогу упала ракета и у нас погибли двое человек, отметил он. Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Раджеп Тайп Эрдоган обсудили обстановку в Сирии и Ливии, а также протесты в Иране. Об этом сообщил представитель Белого дома Джад Дир, по итогам телефонного разговора лидеров передает ТАСС. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Сирии и Ливии, протесты в Иране, а также то, что Иран сбил украинский авиалайнер Boeing 737, отметили в пресс-службе. Археологи обнаружили в Армении древнюю систему водоснабжения с почти 2000-летней историей. Как сообщил директор Института археологии и этнографии на эра Павел Авидесян, на пресс-конференции 14 января недалеко от древнего монастыря Хорверап были найдены основы акведука – водовода для подачи воды с расположенных выше них источников. В общей сложности в рамках армяно-германской программы были найдены 20 основ, расположенных на протяженности в один километр. По оценкам экспертов, они относятся к 114-117 годам. Наши эреи дают новое представление о системе водоснабжения древнего Арташата. Авидесян не исключил вероятность того, что акведук служил для подачи воды из реки Гарни. По его словам, исследования будут продолжены и в текущем году. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сасун Шорор. Сасун Шорор. Полные версии видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.